В эфире первого мытищенского информационная программа «День». Здравствуйте! И в начале коротко об основных темах выпуска. Плату за капитальный ремонт отменили на три месяца. Новые меры поддержки принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Мы сделаем так, чтобы принимаемая мера на сроки капитального ремонта почти не повлияла. Мытищенцев предупреждают – не выходите из дома. Спецмашины выехали на улицы города. Зима вернулась. Коммунальщики снова вышли на уборку дорог и тротуаров. Кто-то читает книги и учится играть на музыкальных инструментах, а кто-то помогает бороться с коронавирусом. А чем вы занимаетесь во время карантина? А теперь об этом и многом другом более подробно. Начнем выпуск с актуальной информации по коронавирусу. По данным на 31 марта число зараженных COVID-19 в мире превысило 790 тысяч человек. Более 160 тысяч человек выздоровели, более 38 тысяч не справились с болезнью. Больше всего инфицированных в США. Накануне Россия направила туда необходимое медицинское оборудование. Также наши специалисты активно работают в Италии, европейской стране, наиболее пострадавшей от эпидемии. Тем временем в Китае, где в конце 2019 года впервые был зафиксирован случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, ситуация постепенно нормализуется. В России, напротив, пик заболеваемости COVID-19 еще не пройден. Только за минувшие сутки зафиксировано 500 новых случаев. Инфицированные граждане выявлены в 24 регионах страны. Первые зараженные коронавирусом появились в Астраханской и Магаданской областях. За сутки 55 россиян, анализ которых на COVID-19 ранее пришел положительным, выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Всего в России на 13.00 31 марта подтверждено заболевание коронавирусом у 2337 человек. Выздоровели 121, умерли 17. К этому часу проведено 536 669 тестов. В Подмосковье число заболевших COVID-19 пока не растет – 119 человек. Однако накануне пришло сообщение об одном умершем жителе Московской области. Вместе с тем 14 жителей региона сумели справиться с новым типом коронавируса. Информация о новых случаях заражения коронавирусом в мытищах не поступала. В округе выявлено 6 заболевших. В настоящее время из-за объявленной Всемирной организации здравоохранения пандемии границы Российской Федерации закрыты. В 26 регионах страны введен режим самоизоляции, в том числе в Москве и Подмосковье. Это сделано для того, чтобы снизить скорость распространения инфекции и избежать итальянского сценария. Госдума сегодня приняла ряд нормативных актов за нарушение карантина. Согласно законопроекту, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 миллиона рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок до 3 лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы – до 5 лет. Если же оно повлекло за собой смерть двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до 7 лет. Штрафы за нарушение карантина введены и в Московской области. Если гражданин впервые нарушил режим карантина, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Даже носному лицу придется заплатить штраф от 50 до 150 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит штраф от 200 до полумиллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. За повторное нарушение размеры штрафов удваиваются. С призывом отнестись со всей серьезностью к режиму полной самоизоляции к жителям страны обратился президент России Владимир Путин. Особое внимание людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска. Здесь очень важна разъяснительная работа. Нужно донести до всех, и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать, если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь, вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе. При этом, конечно же, важно обеспечить им поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей. У них должна быть обязательно возможность оперативно обратиться за помощью, рассказать о своих проблемах. Уважаемые коллеги, прошу вас вместе с главами регионов лично контролировать эту работу. Это очень важно. Ее ведут уже социальные службы, волонтеры, и им отдельно огромное за это спасибо. При этом, вновь обращаясь ко всем гражданам России, проявите максимальную заботу о своих мамах и папах известного возраста, о своих бабушках и дедушках. Они всегда нуждаются в нашей поддержке, помощи, душевной теплоте и внимании. Но сейчас особенно. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, в котором сообщается, что жители многоквартирных домов Московской области освобождаются от платы за капитальный ремонт на период с 1 апреля по 1 июля этого года. Сегодня мной принято решение об освобождении платы за капитальный ремонт всех многоквартирных домов с 1 апреля по 1 июля. Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий – это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов. Мы сделаем так, чтобы принимаемая мера на сроки капитального ремонта почти не повлияла. Мы понимаем, что многие жители его ждут. Постараемся, как и прежде, делать его качественно и с учетом ваших пожеланий. Напомню, в рамках региональной программы ремонтируют фасады, кровли, инженерные системы, подвальные помещения, фундаменты, устанавливают общедомовые узлы учета, потребление коммунальных ресурсов, меняют устаревшее лифтовое оборудование. В 2020 году в программу капитального ремонта включены 1630 многоквартирных домов, что позволит улучшить жилищные условия более 110 тысяч семей. По поручению губернатора, капремонт осуществляется с учетом мнения жителей, которые подписывают акты приемки выполненных работ. По словам Андрея Воробьева, предпринимаемая мера освобождения от платежей на три месяца не должна повлиять на сроки и качество проведения капитального ремонта. В Подмосковье все оперативные службы – полиция, МЧС, Росгвардия, Мособлпошспас – привлечены к информированию населения. По городскому округу Мытищи, начиная с понедельника и до особого распоряжения, будут курсировать специальные машины и напоминать горожанам о том, что без особой необходимости не стоит покидать свои дома. Такие меры профилактики введены губернатором Подмосковья с целью донести до максимального количества жителей региона важность предпринимаемых мер по самоизоляции. Напомню, режим полной самоизоляции в Московской области начал действовать в минувшее воскресенье с 20.00. Мособлгаз информирует об изменении режима работы клиентских офисов. С 30 марта они работают только для предоставления услуг по обслуживанию смарт-счетчиков. Офисы филиала «Юго-Восток» до 4 апреля будут закрыты. Руководство ресурсоснабжающего предприятия напоминает, что услуги можно получить дистанционно через личный кабинет клиента компании «Мособлгаз», в том числе оплатить счета за предоставленные услуги без комиссии. Абонентам старше 60 лет специалисты компании готовы оказать услугу на дому, в том числе пополнить смарт-карты. Для этого сформированы специальные бригады сотрудников. Заказать услугу можно по горячей линии. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В компании обращают внимание, что все меры приняты в рамках обеспечения безопасности жителей региона в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. В Подмосковье организованы сбор и доставка продовольственных товаров многодетным семьям и одиноко проживающим пенсионерам. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Чтобы получить такую меру поддержки, необходимо по телефону обратиться в Мытищинский центр социальной защиты населения. Кирилл Тридуб расскажет подробнее. Оператором по формированию продовольственных наборов выступило руководство Мытищинской ярмарки. Здесь в кратчайшие сроки нашли складские помещения для хранения и распределения продукции. Нами проделана огромная работа. В срок менее недели сформировано, закуплено, перемещено на наши склады и уже сформировано почти 20 тысяч продовольственных наборов. Поставка провизии осуществляется во все города Московской области. Колонны из автобусов и фур стоят в очереди на погрузку для того, чтобы потом отправиться в свой муниципалитет. Далее волонтерские организации доставят продукты на дом. На данный момент часть объема сформированной продукции уже отгружена. Наших мощностей предостаточно. Естественно, мы перешли на определенный режим. Сейчас сотрудники работают в большом напряжении. Поэтому со своей стороны мы обращаемся тоже к просьбе жителям Подмосковья, чтобы они подошли с ответственностью и пониманием ко всем требованиям указа президента и постановления губернатора Московской области. В набор включены самые необходимые продукты. Это мясные, рыбные консервы, мука, гречка, подсолнечное масло. Всего 11 позиций. Часть из них на территории городского округа Мытища уже доставили адресатам. На сегодняшний день уже 190 раздали пенсионеров. 143 вчера получили для многодетных семей. И в ближайшее время. И 300 еще для пенсионеров в ближайшее время. И мы будем получать и получать. Получить продуктовые наборы могут многодетные семьи и одинокие пенсионеры. Для этого необходимо связаться со специалистами Мытищинского центра социальной защиты населения. Кирилл Тридуб, Денис Петров, Первый Мытищинский. За минувшие сутки дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами порядка 10 тысяч километров дорог регионального значения, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Перед началом снегопада была выполнена превентивная обработка противогололедными материалами. Всего за сутки обработано около 10 тысяч километров региональных дорог. В связи с продолжающимися осадками дорожные службы готовы оперативно реагировать на погодные условия, сказал Алексей Гержик. В работах задействовали около 300 комбинированных дорожных машин. В приоритетном порядке убирали эстакады, мосты, крутые повороты, спуски и подъемы, а также места социального притяжения. На расчистку Мытищинских улиц ранним утром 31 марта вышли 479 дворников. В работах было задействовано 43 единицы уборочной техники. Погода завтра, 1 апреля, также скорее будет похожа на зимнюю. Такую шутку природы пользователи социальных сетей называют еще одним хорошим поводом для того, чтобы остаться дома. Режим самоизоляции не повод для расстройства. Телеканал Первый Мытищинский готов доказать, что карантин не приговор. Напротив, это новые возможности и предлагает жителям муниципалитета стать участниками интерактивного проекта «Друг для друга». Сегодня свое видео прислала мама двоих детей Карина. Вместе с сыновьями они находятся дома и стараются как можно разнообразнее организовать свой досуг. В приоритете у ребят чтение книг и настольные игры, а также уроки рисования. Но в то же время мальчишки не забывают о программе музыкальной школы и с удовольствием репетируют на различных инструментах. А мытищинец Александр в это непростое время решил помочь коммунальщикам в борьбе с вирусом. Вооружившись защитной маской и перчатками, он несколько раз в день с помощью этилового спирта обрабатывает места в своем подъезде, которых чаще всего касаются жители дома. Кнопки вызова, лифтовую кабину, дверные ручки и домофон. Мужчины считают, что такая помощь не будет лишней, тем более, что занимает это всего несколько минут. Молодец Александр, призываю и остальных позаботиться о безопасности своего жилища. Напоминаю всем телезрителям, что и вы можете поделиться в социальных сетях полезными идеями. Расскажите, как проводите досуг. Помечайте сообщения хэштег друг для друга и присылайте фото или видео по адресу info.sobakovantvm.ru и они окажутся в эфире. Мытищинцы, мы всегда были дружной командой, поддержим друг друга и в это непростое время. В то время как миллионы людей по всему миру оказались в самоизоляции из-за вспышки коронавируса, астронавты НАСА и Европейского космического агентства делятся секретами длительной жизни в отрыве от мира. Давайте посмотрим, какие советы они могут дать. Экспедиции на Международной космической станции длятся месяцами. И у астронавтов есть большой опыт жизни в изоляции в 400 километрах от Земли. Теперь в условиях пандемии коронавируса они решили поделиться секретами, как выжить в замкнутых условиях. Британский астронавт Тимоти Пик провёл на орбите 186 дней. Говорит, что очень важно жить по графику. «Привычка и рутина – это ключевые вещи, которые помогают держать всё под контролем в замкнутой и изолированной среде. Такой режим на Международной космической станции очень важен. А здесь, на Земле, в такой сложной ситуации, нам тоже нужно перенять этот опыт». Тимоти Пик говорит, что людям длительное время придётся вести нормальную жизнь не в совсем нормальных условиях. «На МКС это означает, что мы просыпаемся, пьём чай, съедаем сэндвич с беконом и идём на работу в очень необычных условиях. Но распорядок дня, особая структура и график помогают всё держать под контролем. То есть можно достичь поставленных целей». Астронавт НАСА Томас Джонс совершил четыре космических полёта на шаттлах. «В шаттле у нас была комната с грибным тренажёром. У нас был велотренажёр, поэтому, когда появлялся случай, я занимался. Это был прекрасный шанс очистить сознание. Занятия позволяли отдохнуть. Я чувствовал себя намного лучше. Я также мог на час отвлечься от напряжённого графика, позаниматься и подумать о приоритетах». Вернуться к нормальной жизни также не всегда просто. Астронавт НАСА Николь Скотт поделилась воспоминаниями первых минут на Земле после 91 дня на орбите. «Приземлившись и выйдя из спускаемого аппарата, я шаталась и была потрясена. По крайней мере, так было у меня. Я подумала, ого, воздух так приятно пахнет. Он такой чистый и свежий. Я чувствую запах травы и земли». Астронавты также выражают надежду, что люди преодолеют нынешние бедствия, и эпидемия коронавируса поможет человечеству объединиться. Перейдём к теме 75-летия Великой Победы. Внук маршала Советского Союза Василия Чуйкова Николай Чуйков и внучка маршала Советского Союза Василия Соколовского Наталья Синюкова-Соколовская, жители посёлка Трудовая Северная, стали участниками акции «Про героя». Она проводится Министерством культуры Московской области в честь 75-летия Великой Победы. Её участником может стать любой желающий, подготовив минутный рассказ о своём родственнике, сражавшемся с фашистами в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня в условиях режима самоизоляции запись видеопортретов временно приостановлена. И всё же менее чем за два месяца сотрудникам учреждений культуры удалось собрать порядка трёх тысяч историй. Наши земляки, потомки прославленных воинов, успели стать участниками акции «Про героя». Герои, сражавшиеся и победившие гитлеровскую Германию, есть в каждой российской семье. Их подвиги помнят и чтят. Воспоминания о событиях тех дней передаются из поколения в поколение. Тем более здесь, в посёлке Трудовая Северная. Он был основан на берегу Икшинского водохранилища в 1946 году, как поселение для генералов и старших офицеров Военного совета группы советских оккупационных войск в Германии и Высшей военной академии имени Климента Ефимовича Ворошилова. Здесь, в данном музее, висит постановление 1466 от 21 июня 1945 года за подписью Сталина о улучшении быта военнослужащих. Вот с этого постановления и началось всё. Потом были соответствующие распоряжения Мособлсовета и фактически возник посёлок. Это место для посёлка выбирал мой дедушка Василий Данилович Соколовский. Он, помня о том, какие кровопролитные бои шли в Подмосковье, вот здесь, в районе Яхромы, Дмитрово, и даже ближайшие деревни Сухарево здесь буквально были немцы. Ему это всё было известно. Поэтому, наверное, я думаю, эти места ему были дороги ещё с тех времён. Ну, кроме того, он, конечно, хотел, чтобы был водоём, чтобы тут, когда будут родятся дети, приедут, чтобы они могли купаться. Чтобы был лес, где можно было собирать грибы. Тут у нас очень грибное место было. Вот. Чтобы была железная дорога. Знакомьтесь, внук маршала Советского Союза Василия Чуйкова Николай Чуйков и внучка маршала Советского Союза Василия Соколовского Наталья Синюкова-Соколовская. Жители посёлка Трудовая Северная. Сегодня они участники акции про героя. Съёмочная группа Мособлкино запишет их воспоминания о прославленных полководцах. Но сначала небольшая экскурсия по историческим местам. Итак, мы в музей посёлка Трудовая Северная. В создании музея принимали участие все жители нашего посёлка. Буквально. Они подбирали фотографии, подбирали экспонаты для музея. Кроме того, все сдавали денежные взносы немалые, чтобы построить это здание, чтобы отсканировать фотографии, сделать стенды. Всё это было за счёт жителей посёлка. И все с энтузиазмом и с большим желанием это делали в память о своих родных и близких. Отец Натальи Синюковой-Соколовской Евгений Соколовский, к слову, также участник Великой Отечественной войны. Его артиллерийский дивизион первым дал залп по Берлину. На этих стенах есть и его портрет. В 1946 году в посёлке Трудовая Северная числилось 120 дворов. Его жителями были в том числе пять маршалов Советского Союза. Это первый белорусский фронт, который был преобразован потом в группу оккупационных войск Германии. Этим фронтом командовал Жуков. И фактически это те военачальники, которых привёл к победе маршал Жуков, командующий первого белорусского фронта. Я вспоминаю времена, я тогда была ещё маленькая, когда вот эти маршалы, ротмистров, катуков, вон его портрет там, прошляков гуляли вот по дорожке, куда выходили в парк героев здесь, вели беседы. И они были очень доступны для всех. На живописном берегу Икшинского водохранилища их потомки разбили парк героев, установили памятники известным родственникам. Сегодня здесь любят прогуливаться как жители нашего муниципалитета, так и соседнего Дмитровского городского округа. Это гости нашей школы. Конечно. Частые гости. У нас сотрудничество такое плотное. Кстати, школьники вот из Черновской школы здесь приходят и проводят субботники. Они же здесь и купаются. Сегодня Черновская школа Дмитровского городского округа ждёт подтверждение права носить имя маршала Советского Союза Василия Чуйкова. С 2015 года мы всё вот так вот ждём, когда нам присвоят имя Василия Ивановича Чуйкова нашей школе. Это что, конечно, хотелось бы, потому что человек легендарный. Вот мы чтим у нас и в школе у нас и уголок есть Чуйкова, и в Волгоград мы ездили, и на могиле были. Поэтому вот такое вот тесное сотрудничество, тесная связь. Вот ещё одно памятное место – мемориальный камень. Он находится в конце центральной аллеи парка героев. И 300 молодых сосен, посаженных жителями посёлка Трудовая Северная, чуть подаль от него. Я ездил на место захоронения своего дедушки. Это Волгоград, Мамаев, Курган. И там, в принципе, мне вручили факел, который был зажжён с вечного огня на Мамаевом Кургане. И вручили землю, которую я привёз сюда, капсулу землёй. И мы здесь вот захоронили эту землю. Плюс написали назидание потомкам, которое вскроется через 50 лет. Вот соорудили данный камень и поставили табличку. Торжественно открыли. На открытии был генерал-полковник Антошкин, депутат Государственной Думы от «Единой России». И были кадеты, были патриотические клубы. И вот здесь была акция, которую проводил губернатор наш Воробьёв. И все наши семьи полководцев участвовали в этой акции. «Посади лес» называлась акция. И мы посадили вот сосны и берёзы. Да, вот эти вот сосны, берёзы. Сами сажали. Сами сажали. И дети мои, и внуки, все вместе. И я тоже в том числе. Видеопортреты советских военачальников решено писать в доме Николая Чуйкова. Напомню, акцию про героя проводят Министерство культуры Московской области в честь 75-летия Великой Победы. В течение полутора месяцев сотрудники учреждений культуры помогали жителям Подмосковья увековечить воспоминания об их родственниках, сражавшихся с фашизмом. За это время было записано порядка трёх тысяч видеопортретов. Мы здесь сегодня снимаем участников региональной акции про героя. Первый этап, который завершился раньше времени в связи с ситуацией в стране из-за коронавируса и мер предпринимаемых, чтобы остановить пандемию. И тем не менее, у нас давно были назначены съёмки. И участники настолько значимы для как этой акции, так и в принципе для 75-летия Победы, которая в этом году отмечается, что мы не могли просто не провести эти съёмки. В качестве съёмочной площадки кухня аппаратура собрана и установлена. Авторы рассказов проходят краткий инструктаж. Ваша задача – желательно уложиться в одну-полторы минуты и за это время рассказать про вашего героя, вашей семьи и всей страны, безусловно. Мой дедушка – маршал Советского Союза Василий Данилович Соколовский. Команда «Мотор» звучит уже за закрытыми дверями. Но внуки героев готовы и после выступления перед камерой съёмочной группы «Мособлкино» вспоминать своих дедов. Детей воспитывали очень всегда в скромности. Тётя рассказывала, что она никогда не красилась. Все были очень начитаны, много интересовались литературой, искусством. Но когда началась война, дедушка был первым заместителем начальника генерального штаба. И затем он просился на фронт, и его направили начальником штаба Западного фронта. Это была такая самая серьёзная точка – это битва под Москвой. И когда я его спрашивала, я училась в институте, и мы с ним часто прогуливались по Тверскому бульвару. Я спрашивала, дедушка, какой из периодов Великой Отечественной войны тебе больше всего запомнился? Он непременно отвечал, что это Московская битва. Потому что это была самая кровопролитная, самая страшная и самая опасная битва. Ну, в принципе, был достаточно строгим и к себе, и к детям, внукам. Но добрый. Он был добрый человек. Я не могу сказать, что он очень нами много занимался, потому что он очень много работал. Он вообще по жизни трудоголик. Даже когда он ушёл на заслуженный отдых, он писал книги. И написал он их много. На самом деле, пять книг. Потом переиздавали книги. То есть он, в общем-то, всё время работал, писал воспоминания. Старался передать молодому поколению свои знания, опыт. Сегодня внуки советских военачальников борются за то, чтобы посёлок Трудовая Северная стал посёлком воинской славы, поделился Николай Чуйков. До сих пор в истории нашей страны таких случаев не было. Есть закон, выдвинутый президентом. Это закон касается городов воинской славы. А у нас всего-навсего дачный посёлок. То есть, я не знаю, может быть, мы проявили самостоятельность. Но мы это проявили, сделали знамя посёлка и так далее. В принципе. И, понимаете, мы всё-таки традиции наших отцов и дедов и историческую память храним. Посмотрите, вот знамя посёлка воинской славы Трудовая Северная. Под ним потомки советских военачальников и офицеров, приведших нашу страну к великой победе, собираются, чтобы почтить память родственников героев. Или решают насущные задачи. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый Мытищинский. У меня на этом всё. Следите за новостями на сайте Первого Мытищинского, а также в социальных сетях. Мы будем информировать вас о текущей ситуации по мере поступления информации. Впереди вас ждёт прогноз погоды. И главное – берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»!